Обоснованное подорожание. Так объясняют фермеры ситуацию с ростом цен. Цепочка тянется с цен на топливо. Для нормального развития в птичнике нужно поддерживать температуру в 34 градуса. Обогрев газовый. Литр голубого топлива подорожал за 7 суток на 2 рубля. Аналогично с кормами. Цены на сою, кукурузу и жмых ставят вопрос ребром. Стоимость корма подорожала в среднем как минимум на 30%. Поэтому если в 2017 году мы закупали зерно по 5-6 рублей за килограмм, то в этом году мы закупаем зерно по 12-13 рублей за килограмм. Это рыночные цены на зерно. Значительная часть кормовой базы ветеринарных препаратов, инкубационных яиц и оборудования производителями импортируется из-за границы. Отсюда влияние на стоимость конечного продукта курса валют. И если до недавнего времени фермерским хозяйствам удавалось держать отпускную цену практически без изменений, вмешавшийся третий фактор окончательно склонил силы в сторону прироста. Ситуация в некоторых регионах нестабильная в плане птичьего гриппа. Из-за этого закрываются некоторые птицефабрики, которые занимаются производством инкубационного яйца. От этого снижается предложение на рынке, от этого растет, естественно, цена яйца. Птичья пандемия вынудила производителей обратиться в Минпромторг и запросить повышение отпускной стоимости товаров до 10%. Чтобы нивелировать убытки и продолжать производство. В региональном медсельхозе, проанализировав ситуацию, пришли к выводу. Закупаться яйцами и сбивать куриными тушками морозилки не стоит. Однако, несмотря на сожившиеся обстоятельства 2020 года, в Ленинской области у нас с вами произведено 193 миллиона штук яиц, что на 0,2% больше кур до 2019 года. Благодаря наращиванию производства, поддержке производителей и открытию новых предприятий по яйцу и мясу кур, область в скором времени должна выйти на доковидный уровень. Предпосылок для дальнейшего заметного роста цен на мясо птицы и яйца в этом году нет и не предвидится. Продолжение следует...